Итоги уходящей среды В Беларуси началась проверка войск территориальной обороны, какие задачи отработают военные. А также шины для джили, стиль вождения и идея от президента. Александр Лукашенко предложил создать новый конституционный орган. Какой? Обязательный масочный режим охватил уже все регионы страны. Бобруйск в списке появился еще во время первой волны. Как на практике действуют правила, проверила рейдовая группа. Так кому не страшна пандемия? Мария Бересневич с подробностями. 11 утра, Минская остановка КПД. Троллейбусы здесь курсируют один за одним. У каждого на двери отчетливая табличка «Вход в маски». Не заметить лозунг 2020-го просто невозможно. Однако на практике руководствуется им не каждый. В составе рейдовой группы эпидемиологи, сотрудники УВД и контролеры. Водители общественного транспорта в защитных повязках. А вот пассажиры – не все. Мы везем в городе, везем. Нету. Не забывайте об этом. Хорошо. Маску одеваете? Нету маску. Нарушители в каждом троллейбусе. При виде специалистов многие тянут руку в карман. Кто-то пробивает талон, а кто-то надевает маску. Как вам лично, самим как специалистам, привыкли все-таки в масках уже работать? Да, мы уже давно маски. Еще с прошлого, с первого сезона в маски ходим. Ну да, мы уже привыкли, и мы считаем это необходимым. Уже как часть спецодежды стала, да? Да, ну для здоровья себя и окружающих. В последнее время по талончикам много людей с зайцами ездят? Ну, их всегда хватало. Это никакая пандемия к зайцам не страшна. Они всегда есть. Сотрудники троллейбусного парка наряду с проверкой талончика тоже напоминают людям о соблюдении масочного режима. Реагируют горожане по-разному, но коронавирус диктует свои правила. Рейд проводился по вопросам соблюдения требований санитарных норм и правил и выполнения комплексного плана по профилактике коронавирусной инфекции в городе Бобруйске, утвержденного Бобруйским госполкомом. В настоящее время требованиями законодательства не предусмотрена административная ответственность на физическое лицо. Выдавали памятки о соблюдении масочного режима. Масочный режим в Бобруйске действует еще с первой волны. Находиться в защитной повязке необходимо при посещении торговых центров, кафе, аптек, отделений почты и банков, административных зданий, учреждений культуры и общественного транспорта, включая такси. К слову, на днях Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации. Теперь жителям советуют находиться в маске везде, как в закрытых помещениях, так и на улице. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписанные 129 950 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 152 453 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено около 3 миллионов 490 тысяч исследований. Такие данные приводит Минздрав. В Национальном аэропорту Минск усилили антиковидные меры. Всемирная организация здравоохранения поставила в главную воздушную гавань Беларуси тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты, а также дезинфицирующие средства. Это оснащение позволяет предотвратить распространение коронавирусной инфекции как среди пассажиров, так и между сотрудниками аэропорта. Стоимость оборудования 47 тысяч долларов. Контроль за питанием, внимательность водителей и календарь игр. Сборная Беларуси узнала дату старта в мировой квалификации. С кого начинаем? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент Беларуси предложил сделать Себелорусское народное собрание конституционным органом. По словам Александра Лукашенко, повестка будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января-начале февраля. Он также предложил избирать делегатов на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят. Им будут подотчетные руководители парламента, министры и губернаторы. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах в зимний период. Перед тем, как выехать на дорогу, водитель обязан проверить техническое состояние авто. Необходимо изменить и стиль вождения, снизить скорость движения, быть внимательным при перестроении, исключить экстренное торможение. При резком нажатии на педаль тормоза автомобиль на скользкой дороге, вероятнее всего, занесет и может произойти ДТП. В Минске ужесточат требования к организации школьного питания. Кардинально пересмотреть подходы поручил председатель Минкорисполкома Владимир Кухарев. Соответствующие предложения должны быть разработаны в течение месяца. Среди основных проблем – отсутствие должного контроля за качеством приготовления блюд для детей и нарушение персоналом санитарно-эпидемиологических правил. Бобруйская Белшина продолжает расширять ассортимент выпускаемой продукции. Это касается как вторичного рынка, так и первичной комплектации авто. Например, с 2017-го компания обувает Джили Атлас. А сейчас завершаются работы по выпуску шин для нового белорусского кроссовера. Они уже прошли статические и динамические испытания на соответствие требованиям всех международных стандартов. Стал известен календарь игр сборной Беларуси в квалификации футбольного чемпионата мира 2022 года. Наши футболисты начнут отборочный турнир домашним матчем с командой «Эстонии». Он состоится 27 марта 2021 на поле Минского стадиона «Динамо». На прямую финальную стадию мирового первенства выйдут победители 10 групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций, поспорят еще за три путевки в финальную часть чемпионата планеты, которая пройдет в Катаре. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруск-360 готовы выход на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Благодаря своему расположению в Беларуси большой транзитный потенциал. Прекрасно это понимая, таможенная служба делает все, чтобы ускорить свою работу и сделать процедуру проще и удобнее для людей. Электронное декларирование, республиканский эксперимент. Бобрусский пост не просто в игре, а на ведущих ролях. От простого инспектора до главного за пять с половиной лет. Быстрый карьерный рост, говорит Мария Батура, не единственный плюс от работы в таможенной службе. Благодаря многочисленным курсам можно и язык иностранный потянуть, и профессиональные навыки улучшить. Таможенное оформление товаров, различные операции таможенного контроля. То есть это работа как с документами, так и с людьми. В Бобруске слаженный коллектив профессионалов, подчеркивает главный таможенник области Сергей Иванов. Это подтверждают и цифры. Более 35% доли платежей в республиканский бюджет. С начала года выпущено 35 тысяч деклараций. С октября наши специалисты принимают участие в эксперименте. Центр электронного декларирования. Бобрусь, кстати, первой в области, кто оформил электронную грузовую декларацию. Суть эксперимента заключается в том, что декларации распределяются на пункт таможенного оформления, который на данный момент или на момент распределения имеет наименьшее количество деклараций или наименьшую загруженность. Плюсов много, признаются таможенники. В целом это улучшение бизнес-климата в стране. А в частности, отпадают все варианты коррупционных схем. Инспектор теперь не сам выбирает, как и что ему делать, вид работы назначает система. И здесь на первое место выходят информационные технологии. Благодаря этому сокращается время проведения таможенных процедур. И работникам, и людям удобнее. В данный момент сейчас около 80% всех ввозимых товаров оформляется в течение двух часов после подачи таможенной декларации. А вывозимые товары оформляются в течение пяти минут. Этот показатель по экспортным товарам составляет около 90%. Сейчас к декларанту можно не приходить на таможенный пост. Документы отправляются по электронной почте. Экономия времени и средств людей. Кстати, пока работники Бобруйского поста переехали в другое здание. Это временно ведутся работы по созданию транспортного логистического центра. По окончании данного ремонта будет ТЛЦ. Данный представляет собой современный склад, где будут храниться и обрабатываться грузы, которые находятся под таможенным контролем. В данном ТЛЦ будет представлен весь комплекс услуг, как таможенных, так и складских. Работает таможенность с 9 утра до 10 вечера каждый будний день. В коллективе только профессионалы. Как говорится, сплав опыта и молодости. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В вооруженных силах Беларуси началась проверка войск территориальной обороны. Соответствующее распоряжение получило руководство Могилевской области. Местные власти должны будут продемонстрировать готовность к формированию органов управления и войске частей территориальных войск области. Главное – это выполнение учебно-боевых задач, по итогам которых будет дана и оценка. Нынешняя проверка станет самой масштабной. Сейчас в Бобруйске военнообязанные проводят тренировки по отработке элементов боевой готовности. Стрельба из штатного оружия, метание гранат. Территориальная оборона – это один из тех механизмов, которые влияют на повышение обороноспособности любого государства. Республика Беларусь – она не исключение. Мы также уделяем вопросам территориальной обороны большое внимание, совершенствуем эти вопросы. Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, внесение службы на блокпостах, борьбы с незаконными, вооруженными формированиями, обеспечение режима военного положения. Елочные базары в Бобруйске начнут работать с 19 декабря. Купить главный атрибут новогодних праздников жители смогут по 31 число. С 10 часов утра и до 7 вечера. В ассортименте как живые ели и сосны, так и искусственные деревья. Высота – главный критерий цены. Традиционная торговля разместится на Минской, Интернациональной, Орджоникидзе, Батова, Ковзана, социалистической и на территории молодежного парка. С полным списком можно ознакомиться на сайте Бобруйского горысполкома. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!